Добрый день, дорогие девятиклассники! Сегодня мы с вами продолжаем работу над сочинением и поговорим о сочинении 9.2. Это у нас сочинение, которое связано с анализом фрагмента текста. Мы поговорим о том, сколько баллов вы получаете за первый и за второй критерии. Также хочу вам напомнить, что при любом сочинении, ребята, пожалуйста, не забывайте о критериях, которые есть на сайте FIPI. Вы должны их знать четко, чтобы понять, сколько баллов за что вы получаете. Также хочу напомнить, что многие товарищи почему-то пишут по два, по три даже сочинения. Пожалуйста, внимательно прочитайте задание. Там у вас есть такие слова. Из предложенных вариантов выберите только один вариант и напишите только одно сочинение. К сожалению, встречаются работы, где можно прочитать и два сочинения, а иногда и три. Итак, возвращаемся к сочинению 9.2. Обратите внимание, что максимально вы получаете два балла, если верно объяснили содержание фрагмента текста. Вы должны очень внимательно прочитать текст, а потом, если выбрали сочинение 9.2, работать в следующем порядке. Текст прочитали, потом должны объяснить, какую роль несет этот фрагмент в данном тексте. При оценивании не учитывается полнота раскрытия смысла данного фрагмента. Это значит, что если в указанной в задании части текста содержится несколько аспектов смысла, то ребенок может выбрать по своему усмотрению только один или некоторые из них и прокомментировать. Перед вами пример работы ученика. Я его выделила синим цветом. Авторская орфография, пунктуация, стилистика сохранены. По моему мнению, смысл последних фраз текста заключается в том, что Славка нашел свою мечту и начал свой путь к ней. В доказательство этому можно сказать, что желание побольше узнать о море, а может быть даже покорить эту стихию – это давняя мечта. Ведь Славка действительно прочувствовал всю прелесть этой тайны. Это и видно в предложении номер 28. И ребенок приводит пример из текста. У Славки отозвалось в душе звучание когда-то слышанных и заветных морских слов. Брик, брек, регата, фрегат, навигатор. Также можно сказать, что в стремлении к желаемому юного мечтателя не останавливают жизненные трудности. Потому что нужно действительно во что-то верить, чего-то хотеть, чтобы упорно исследовать словарь, вникать в нелегкие термины. Получается, что юный Славка приобрел мечту – движется к ней. Кто ведает, достигнет ли он чего-либо. Но мы знаем точно, что первым шагом, началом всего этого, стал морской словарь. То есть вам дается большой текст, и вы должны объяснить последние фразы текста. Почему автор так написал, что вы поняли из этого фрагмента. Здесь мы с вами видим, что ребенок верно объяснил основную мысль данного в задании фрагмента. При этом вне внимания ученика остались другие аспекты содержания, на которые указывают последние фразы текста. Например, самозабвенная поглощенность мальчика мечтой, возможность осуществления которой, наконец, он поверил. За эту работу ребенок получил два балла. Не забывайте, что все ошибки за изложение сочинения суммируются, а потом по отдельной таблице они оцениваются. Один балл за обоснованный ответ ребенок получает, если дал целом верное объяснение содержания фрагмента, но допустил одну ошибку в его интерпретации. Перед вами тоже пример. Славка заметил на стене бильярдный случайно. Картину на стене бильярдный случайно. Корабль, волны, паруса сразу его поразили. Мальчик привел маму к картине и начал задавать вопросы, которые вскоре ее утомили. Она дала сыну книгу «Морской словарь». Слава почти ничего не понимал, но это еще больше привлекало его. Картина стала для мальчика чем-то особенным, живым. Славку больше ничего не интересовало, кроме кораблей, которые с тех пор глубоко запали ему в душу. Мы часто не замечаем волшебного и прекрасного, что так близко к нам, а усердно ищем где-то это далеко-далеко, пока луч солнца не попадет на предмет наших поисков. Это фрагмент сочинения ребенка. Здесь мы с вами видим, что фрагмент интерпретирован в основном верно. Однако ребенок допустил одну существенную ошибку. «Мечта о море и кораблях» появилась у Славки вовсе не в тот момент, когда он заметил картину Айвазовского на стене бильярдной, и не тогда, когда он начал читать «Морской словарь», а когда-то намного раньше. Об этом очень хорошо говорится в самом тексте. Поэтому при работе над фрагментом вы должны прочитать весь текст, чтобы не допустить вот таких ошибок. Ноль баллов ребенок получает, если дал неверное объяснение содержания фрагмента текста или объяснение содержания фрагмента вообще отсутствует. Тогда ребенку ставят ноль баллов. Посмотрите пример. Славку поразила картина, потому что он мало что понял, как и моряк, выходящий в открытое море, так и знал лишь курс. Его затянул словарь, словно течение. Ему хотелось открывать новые земли, острова. Они были ему непонятны и неизвестны, и ему хотелось узнать о них. В данных предложениях использована метафора. Славка представляется в виде моряка, а словарь в виде корабля. Не удивлюсь, если в будущем Славка возглавит такой же брик. Вот так ребенок написал и получил ноль баллов. Почему же? Он предпринимает попытку объяснить смысл последних фраз текста, но, к сожалению, не смог этого сделать. Попытка объяснить содержащиеся в финале текстосочетания метафоры и сравнения, это, я подчеркнула, да, для вас, не привела к успешной интерпретации фрагмента. И можем сделать вывод, что ребенок не смог создать собственное связное высказывание на заданную тему. Теперь посмотрим на наличие примеров аргументов. Максимально ребенок получает 3 балла, если привел из текста 2 примера и объяснил содержание данного фрагмента. Славка давно мечтал о море и парусниках, поэтому на него огромное впечатление произвела копия картины. Мальчик увидел в ней тайну, загадку. Он не хотел говорить громко, когда рядом тайна, мечта. Славка не хотел разрушать гармонию, которой для него была наполнена эта картина. Но, тем не менее, ему хотелось знать об интересующем его предмете больше. Мальчик очень хотел получить разгадку, потому-то его мама отыскала для него книгу «Морской словарь». Думаю, она поступила мудро. Что, как словарь, может пояснить значение неизвестных слов? Словарь для Славки стал путем к заветной мечте. Он слово за словом приближался к ней. Поэтому Славка ушел в чтение словаря, как уходит в дальнее плавание, надолго и без оглядки. Автор сравнил мечту мальчика с путешествием по словарю. Может, мальчик никогда не побывает на море, но он узнает морскую жизнь из книги. Два балла ребенок получает, если привел один пример-аргумент, который соответствует объяснению содержания данного фрагмента. Фраза «С того дня Славка почти позабыл все на свете». Он ушел в чтение словаря, как уходит в дальнее плавание. Надолго и без оглядки. Увлекла Славку чтением словаря. Так почему ему стал интересен этот словарь? Во-первых, потому что незнакомые корабельные слова затронули его душу, отозвались в нем странной зовущей музыкой. Это заинтересовало его, а он, в свою очередь, захотел узнать все больше и больше о кораблях. Во-вторых, смысл фразы заключается в том, что Славка, заинтересованный чтением корабля, позабыл про все на свете, а мечта о море и кораблях стала ближе к реальности, поэтому он так узелно изучал этот словарь. Здесь мы с вами видим два примера, однако только один из них подтверждает мысли ученика, то есть является аргументом. Это пример, который я выделила и подчеркнула. А вторая цитата не служит обоснованием, доказательством для того, чтобы объяснить приведенную фразу. Обратите внимание, что в работе экзаменуемого может быть несколько цитат из текста или ссылок на него, однако не все они могут считаться аргументом. Аргументом может быть только та ссылка, которая подтверждает мысли и утверждение экзаменуемого. Один балл ребенок получает, если привел пример не из прочитанного текста. Такое тоже встречается в работах учеников. Общие слова. И ноль баллов ставится, если ребенок вообще не привел ни одного примера. Я понимаю смысл этих фраз так. Мальчик очень нравится корабли, но он про них мало знает. И наконец у него появился настоящий гид по морскому миру. То есть ребенок пересказывает что-то, но, к сожалению, этим он не раскрывает смысл фрагмента из текста. Поэтому при работе над сочинением сначала внимательно читайте текст, а потом начинайте подбирать хорошие аргументы. Желаю вам удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok